Сегодня вы со Столбергом спасли матч для Авангарда в третьем периоде, когда преимущество было усталовато, но каким-то образом вам удалось забить. Вы друг друга уже так чувствуете на интуитивном уровне? Это была здорово разыгранная комбинация и хорошо, что шайба залетела в ворота, но я, Виктор и Тейлор, мы хорошо сработались и здорово играем вместе. На протяжении двух серий вас постоянно били в голову. Сначала Акбарс, потом Борис. Сегодня было почище, получше? Да, да, еще раз, да, сегодня у нас был очень сильный противник, у них хорошая мастеровитая команда и отличная игра вышла в целом. Дэвид, скажи, что было сегодня, в принципе, самым непростым из-за того, что предложила УФА? Казалось, что скорость против скорости, вот такое сражение было. Действительно, команда действует на высоких скоростях, и им приходилось отыгрываться, и у них это здорово получалось. То есть, мы сделали счет 1-0, они сравняли, потом 2-0, они сравняли, и потом они уже вышли вперед, и мы понимали, что нам нужно все 60 минут отрабатывать по полу, но в противном случае они не остановятся, и нам необходимо было довести дело до победы. С третьим голом УФА Харти Кайнин передачу отдавал как раз из-под Дэвида. Было желание какое-то реабилитироваться? Может, это помогло забить третий гол отыграться? И это тоже, конечно же, но опять-таки, это игра, и неважно, кто забьет, и кто в это время находится на льду, главное, это результат, главное забивать и приносить пользу команде. Сегодня была самая громкая публика с начала сезона. Вы слышали, как вас поддерживают? Вы забили в те ворота, за которыми были самые громкие фанаты, фанатка. Слышали, как они вас приветствовали? Да, болельщики молодцы, здорово сегодня нас поддерживали. Думаю, чем дальше мы будем продвигаться в серии, тем интереснее, и живее они будут нас поддерживать, потому что уже финал конференции, конечно же, игры очень и очень интересные.